16 молодых врачей и 4 фельдшера – спасательный круг для Центральной горбольницы Заринска. Медучреждение годами испытывало кадровый голод. С приходом новых рук хирурга-онколога, лора-неонатолога, терапевта и онколога больница расправила плечи. Молодую гвардию привлекла в район специальная программа. Предлагаем, еще будучи студентами, берем их на целевое обучение. Возмещается, оплачивается прохождение ординатуры. Они могут все участвовать в программе «Земский доктор, земский фельдшер». И все 16 человек докторов у нас получили по этой программе миллион. И фельдшера получили эти 700 тысяч. А еще единоразовая материальная помощь и оплата аренды жилья. Благодаря таким бонусам молодые специалисты охотнее приезжают в район. К слову, впервые в истории горбольницы удалось привлечь к работе онколога. Раньше онкопациентов отправляли на диагностику в Барнаул. Я приехала по программе «Земской доктор» отработка. У меня 5 лет. И потом посмотрю, куда дальше. Кто чаще всего попадает именно на прием к онкологу? Наверняка уже подготовились. В первую очередь, конечно, это раннее выявление онкологических пациентов. Как на базе поликлиники, так и для дальнейшего амбулаторного лечения. Потому что застать онкологию на ранних стадиях практически невозможно. Но надо к этому стремиться. Поэтому это является самой главной задачей. Если говорить про Барнаул и Заринск, то есть что-то, что есть? Барнаулина и хватает в Заринске? В Барнауле у меня родители. Поток людей очень большой. Потому что Заринск – это межрайонный центр, с которого, собственно, доставляют бригадные скорые помощи из других отдаленных районов, которые относятся, собственно, к Заринскому. Но поток, конкретно, если что касаемо дежурств, выходных, суточных, то приемный покой около 30-40 человек обращаются именно к хирургу за помощью. 21 терапевтический участок. В работе только 8 терапевтов не хватает. Докторам вынуждены работать за двоих, а то и троих, чтобы помочь пациентам из Заринского, Тогульского, Кыдмановского и Залесовского районов. Это около 100 тысяч человек. Дефицит кадров даже с приходом новых специалистов по-прежнему колоссальный, признается руководство больницы. У нас 122 доктора работают в нашем учреждении. 197 докторов нам еще нужно. 51% укомплектованности по врачам, 56% по среднему медперсоналу. Дефицит, как вы думаете, в связи с чем прежде всего связан? Сейчас у нас уже третий год мы работаем в ковиде. Работа поликлиники организована так, что они работают до 8 часов вечера ежедневно. Сегодня по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» обучается больше 50 человек. Новых специалистов с нетерпением ждет весь штат Заринской больницы. Вот только нужно помнить, что медики, участвующие в таких программах, обязаны задержаться на рабочем месте минимум 5 лет. Иначе выданные средства придется вернуть. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.